Здравствуйте! В эфире итоги недели в студии Патимат Гаджиева и коротко о самых важных событиях уходящей недели. Первый день начала месяца Рамадана объявят 12 апреля. Во дворе Джума-Мечети уже развернут шатер для разговения, но в театре республики призывают не завышать цены. На Страже Земли в Махачкале активизировалась борьба с незаконным строительством. В Махачкале отпраздновали Всемирный день здоровья и о том, как более 500 человек сыграли настольный теннис на крепости Наринкала через несколько минут. Муфсиад Дагестана объявит о начале месяца Рамадан в понедельник, 12 апреля. По этому вопросу в здании духовенства на неделе прошло расширенное собрание. Аналитическую справку по теме дал представитель Муфсиада Муслим Амаров. Все аргументы были взяты из достоверных источников по мусульманскому праву. Ученые-богословы сошлись во мнении относительно того, что начать соблюдение поста нужно в один день по всей республике. В целях объединения Дагестана, чтобы все мусульмане вместе начали месяц Рамадан и вместе его завершили, сегодня собрался Совет Алимову Дагестана в Театре Республики. Точную дату мы объявим в понедельник, 12 апреля. Предстоящую хадж-компанию обсудили на заседании оперативного штаба. Его возглавил в Рио главы региона Сергей Меликов. Одним из основных вопросов была организация паломничества на святые земли Мекки и Медины. Мы единственная республика, которая на прошлом заседании оперативного штаба подняла вопрос о паломничестве. В том числе с введением дополнительных рейсов. Здесь мы только должны поддерживать желание паломников выехать на хадж. Особенно с учетом прошлогодней ситуации. Люди уже в прошлом году были лишены такой возможности посещения святых мест. Мы должны сделать так, чтобы в этом году мы эту возможность им предоставили. Если вы со мной согласны, давайте так и сделаем. Спасибо. Директор хадж-компании Марватур Булат Курбанов отметил востребованность дагестанского хадж-оператора. По его словам, услугами компании пользуются паломники не только из нашей республики, но и из других регионов. Естественно, готовы все те меры, которые требует и Королевство Ускарави, и наша сторона. Все их соблюдать. Все необходимые меры предосторожности в период организации вылетов их реализовать. У нас нет обеспокоенности о том, что дагестанцы могут заболеть в Солдовской Аравии. Там очень строго все это проконтролировано. Выработана схема, которая, я думаю, с большой долей вероятности исключает возможность заболевания. Но единственное решение на нашей стороне, очень надеемся, что решение будет положительное по отправке этих паломников и благополучно они направятся. В ближайшее время планируется вылет паломников в малый хадж. Для них установлено возрастное ограничение от 18 до 50 лет. А вот условиями для вылетов большой хадж, вакцинация и возраст от 18 до 60 лет. Более 870 миллионов рублей впервые выделят малообеспеченным семьям в Дагестане. По информации Минтруда, помощь будет оказана тем людям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Уже сейчас в Управлении соцзащиты населения формируются списки малоимущих семей, которые будут включены в проект. Крупы, масло, чай и макаронные изделия. Более 200 продуктовых наборов с товарами первой необходимости. Раздают их здесь, в Дербенте, малоимущим семьям. Подобные акции проводятся социальными работниками на постоянной основе с участием меценатов. По поручению министра труда и социального развития Республики Дагестан Изумруд Мужаевна, малоимущим семьям, инвалидам, нуждающимся многодетным, раздаем продуктовые наборы, спонсорскую помощь. Насрула участник чеченских событий. В молодом возрасте стал инвалидом первой группы. В связи с этим мужчине сложно содержать семью. По его словам, такая забота со стороны соцработников помогает верить в добро. Я очень благодарен, что социальные работники навещают меня. Я благодарю очень, что они большую работу делают, что таких, как мы, не бросают, все нам время уделяют. Такая помощь является не последней. По словам работников Минтруда, поддерживать нуждающихся они будут и после месяца Рамадан. Алина Багилова, Мурат Бекварзов, телеканал ННТ Дербент. Во дворе центральной джума-мечети Махачкалы развернули шатер Рамадана. Это ежегодный культурно-благотворительный проект. Его организатор – фонд «Инсан» при поддержке меценатов и неравнодушных людей. В этом году, по словам представителя фонда, за весь месяц Рамадан шатер планирует принять и накормить более 100 тысяч человек. Отведать горячую еду во время разговения сможет любой желающий. Муфсет Дагестана обратился к предпринимателям не завышать цены на продукты питания в период Рамадана. Мы с вами находимся на пороге священного месяца Рамадан. В это благословенное время у каждого из нас есть возможность очиститься от всех низменных качеств. К сожалению, почти каждый год в дни Рамадана и преддверии праздничных дней мы наблюдаем массовое завышение цен на некоторые продуктовые и другие товары. В связи с этим Муфтия Дагестана призывает всех предпринимателей быть справедливыми и не завышать цены на продовольствие. Все мы знаем, дорогие братья и сестры, какое время по воле Всевышнего нам удалось пережить. В связи с этим просьба ко всем, кто имеет отношение к продаже продуктовых товаров, учитывать возможность населения. Ведь если мы будем проявлять милость друг другу, Всевышний Аллах будет милостив и к нам. В хадисе посланника Аллаха, переданном имамом Бухари, рахима Аллах, говорится, да простит Всевышний Аллах грехи того, кто проявил щедрость и снисходительность, когда продавал, когда покупал и когда требовал свой долг. Месяц Рамадан – это месяц, в котором за все благодеяния обещано многократное вознаграждение. Так давайте же не упустим свой шанс. Да примет Всевышний Аллах все наши благие дела и воздаст за них в многократном разуме. Гуманитарно-педагогический колледж отметил свое 15-летие. В актовом зале по этому случаю прошло торжественное мероприятие. Поздравить руководство учебного заведения пришли представители власти и духовенства региона. Подробнее в сюжете Хамсонур Магомедова. Гуманитарно-педагогический колледж проводит обучение с 2006 года. За это время республика получила сотни квалифицированных специалистов. Каждый студент получает здесь не только светское образование, да и духовно-нравственное воспитание. Главная задача моя, как и любого другого руководителя, это в первую очередь воспитание. Во-вторую, выпустить квалифицированного специалиста так, чтобы я или мои дети могли к этим специалистам обратиться. Поздравить руководство колледжа с юбилеем пришли почетные гости, как представители власти, так и духовенства. Мофте республики в своем выступлении призвал студентов всегда оставаться справедливыми и прежде всего уважать учителей. Вы знания получаете от сердца, от души учителей, преподавателей. А если вы не будете любить преподавателей, учителей, старших, и они вас не будут любить, вы просто буквы будете читать, образование не получите. Образование студентам в этом колледже дают профессора и кандидаты наук. Активно ведется сотрудничество с учебными заведениями Юго-Восточной Азии. Их представители поздравили ГПК по видеосвязи, а некоторые приехали лично. У нас есть хорошие отношения между Индонезией и Дагестаном, особенно в гуманитарном педагогическом колледже Дагестана. В праздничный день соцены звучали стихи и нашиды. Студенты подготовили поучительные сценки. Опять тетради принесла домой. Как надоело все это уже? Здесь дали мне нормальное, грамотное образование. Мне очень понравилось, особенно студенты, которые сюда пришли. И также преподавательский коллектив очень воодушевил меня на проекты, свои какие-то дальнейшие, будущие планы. Эти преподаватели очень радушные, очень доходчиво объясняют. Я замечаю, что с таким преподавателем тяжело учиться, плохо в нашем колледже. Да и личный опыт преподавателей играет большую роль для наших студентов. В конце торжественного вечера преподаватели получили цветы и подарки. Молодым активистам вручили благодарственные грамоты. Гуманитарно-педагогический колледж сегодня один из самых молодых и самых перспективных учебных заведений в республике. В Махачкале активизировалась борьба с незаконным строительством. С начала года уже шесть объектов прокуратура города признала самовольными постройками. Чем чревато для застройщиков пренебрежение законом и как обычным жителям не попасть на удочку мошенников, узнавала Патимат Ханапова. Они приходили строить, чернику пригоняли, но жилцы выходили, как-то не давали, как-то отстояли, не знаю как. Именно благодаря неравнодушию местных жителей здесь теперь не стоит многоэтажное здание. Горожане сообщили в соответствующие структуры о незаконных работах, проводимых на участке. Проверка подтвердила, строительство жилого дома здесь не предусмотрено. Правда, застройщики уже успели вырыть котлован. Теперь задача власти – заставить владельца земли засыпать яму. Засыпка этих котлованов – это затратная процедура, в связи с чем мы будем добиваться того, чтобы собственники этих земельных участков, на которых без разрешительных документов вырыт котлованы, чтобы они за счет собственных средств привели в первозданное состояние свои земельные участки. Это очень опасно для наших внуков, для детей, для всех. Несколько раз детей маленьких оттуда приходилось вытаскивать. Здесь сколько заразы, тут может быть еще. Слушаете, да? Тем временем представитель прокуратуры призывают людей следовать примеру жильцов улицы Чайковского, а своевременно сообщать в ответственные ведомства, если вы стали очевидцем о фактах незаконного строительства. При виде, что ведется где-то незаконное строительство по каким-то объектам, просим обращаться в прокуратуру города Махачкала и в администрацию города для реагирования своевременно. Потому что, если своевременно мы не отреагируем, начинается поднятие одного или второго этажа, впоследствии будет очень сложно приостановить строительство. Кроме того, власти давно создали механизмы для защиты местных жителей от недобросовестных застройщиков. Сейчас законность возводимого объекта можно проверить легко. Для этого достаточно обратиться в Управление архитектуры и градостроительства города Махачкалы или в Министерство строительства республики. Чтобы избежать вложения средств в данный объект и потери денег в последующем, мы просим жителей города обращаться в соответствующие органы, чтобы им дали разъяснение, на оставление законных документов строится многоквартирный дом или нет. Потому что наши жители часто бывают введены в заблуждение, что якобы имеется разрешительная документация. В последующем эти объекты поддаются на снос и появляются проблемы у наших жителей. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. В центральных улицах Махачкалы демонтировали незаконные пристройки. Специалисты столичной мэрии произвели демонтаж незаконно возвезенной пристройки к увеселительному заведению по проспекту Расула Гамзатова. Ранее жильцы близлежащих домов обратились к Сергею Меликову с просьбой проверить наличие правоустанавливающих документов у владельца объекта и разрешение на ведение развлекательной деятельности. Также в столице продолжаются мероприятия по высвобождению тротуаров от незаконных построек. В скором времени планируется провести масштабную работу на центральных улицах города, где они застраивались и захватывались на протяжении многих лет. В День здоровья в городской клинической больнице прошел концерт, где для медперсонала выступили знаменитый танцевальный ансамбль «Лизгинка», заслуженные певцы и музыканты Дагестана. Праздник организовывал Миннацреспублики. Такое творческое мероприятие – это акция благодарности дагестанским врачам, которые героически сражаются за жизни тысячи пациентов в период пандемии, рискуя своим здоровьем, но выполняя свой профессиональный человеческий долг. У наших докторов, у коллег, в связи с тем, что были вот такие события, был очень тяжелый год, значит, и для нас имеет огромное значение проведение таких мероприятий, когда нас поздравляют, когда поддерживают дух коллектива, так как у медицинского персонала в той или иной степени отмечаются элементы психоэмоционального выгорания. Поэтому это имеет огромное значение. Спасибо им еще раз, что они пришли, нас поддержали. На стадионе имени Елены Сембаевой в День здоровья провели масштабную акцию «Будь здоров». Организатором выступило Министерство здравоохранения региона. На стадионе собрались более тысячи человек – спортсмены, студенты и даже представители власти. Здесь можно было принять участие не только в массовой зарядке, но и провести мини-диагностику организма. Жители региона получили консультацию медиков, также раздавали листовки, буклеты и пособия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Кроме того, консультировали всех желающих. Такая массовая зарядка проходит ежегодно. Цель фестиваля – развить и укрепить стремление людей к активному образу жизни. Более 500 человек сыграли в настольный теннис на крепости Нарын-Кала. В Дербенте прошел фестиваль настольного тенниса. Среди участников – профессиональные спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это представители спортивных коллективов из разных регионов со всей России. Подробнее расскажут мои коллеги. Стук мяча и ракетку давно стал для них привычным. Дагестанские теннисисты собрались на большом спортивном празднике. Такое событие посвящено Всемирному дню этого вида спорта. В фестивале объединил людей с разными физическими возможностями. С ракетками в руках не только профессиональные спортсмены, но и начинающие игроки. Я могу сказать, что здесь, в Дагестане, есть у нас и член национальной сборной команды, Назиров Рассул, он мастер спорта. Он претендует на попадание на Паралимпиаду в Токио сейчас. Сейчас немножко сложная ситуация с ковидом, но мы на него рассчитываем. Рассул Назиров – первый мастер спорта России в Дагестане среди спортсменов-колясочников. После автокатастрофы, в которую он попал в 2007 году, парень вынужден передвигаться на коляске. Однако трагедия не лишила молодого человека любви к настольному теннису. Этот вид спорта стал для Рассула своего рода реабилитацией, не дал ему замкнуться и наделил оптимизмом и волей к жизни. Настольный теннис доступен людям любого возраста и состояния здоровья. Это одно из немногих занятий, которое приносит пользу здоровью. Важно, что в этом мероприятии принимают участие не только люди здоровые, но и люди с ограниченными возможностями. Для нас, для здоровых людей – это большой пример такого мужества. Естественно, Министерство спорта Республики, лице министра Сажидова, по поручению которого мы здесь находимся, мы будем встречаться с руководителем федерации тенниса и слушать предложения, которые он нам даст, и поддерживать в дальнейшем развитии этого вида спорта Республики. Ветренная погода чуть было не внесла свои коррективы в проведение праздника, но участники фестиваля сориентировались и выстроились живой стеной вокруг теннисных столов, так, чтобы порывы ветра не мешали игре. А еще для гостей была организована праздничная программа. По итогам фестиваля отличившимся спортсменам вручили благодарности и почетные грамоты от администрации города и отделения Общероссийского народного фронта. Все желающие имели возможность сыграть в настольный теннис и получить массу положительных эмоций. Ну а для спортсменов-колясочников главная победа была и будет их победа над недугом и желание поддерживать себя в хорошей форме, несмотря ни на что. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент. С победой и титульными амбициями из Бахрейна в Махачкалу вернулись триумфаторы турниров Брав по смешным единоборствам. На минувшей неделе девять дагестанцев выиграли свои очередные профессиональные поединки. На родине бойцов встречали их верные болельщики и наша съемочная группа. Курбан Рагимов пообщался со спортсменами. Уверенная работа в стойке, перевод в партер и выход на болевой прием. Икрам Алискеров в бою с сербом Мира Юрковичем добывает восьмую победу в лиге Брейв. Теперь дагестанский боец первый претендент на титул чемпиона в среднем весе. Радость и успеха со спортсменами разделяют их родные и друзья. Все они ждали и следили за поединками у экранов. У нас в зале такого не бывает, что мы под определенного соперника готовимся. Мы все бойцы, у нас методика подготовки такая, что мы готовимся к трех-раундовой войне, так грубо говоря. Довольно-таки напряженный месяц был, три-четыре турнира подряд, везде выступали наши пацаны. Подготовка была тяжелая, весогонка у одних, у других. Сам Ильдар там на турнире, сам Бахрени находился, много работы проделал для команды. Потому что, вы знаете, на сегодня, как бывает, выполнять капризов каждого бойца, это чуть тяжело. Бьемся как команда, живем как семья. Эти слова можно смело отнести к дагестанским спортсменам, выступающим за границей. Всего на турнирах в Бахрени победами отметились девять выходцев из страны гор. По словам тренера команды KHK Эльдара Эльдарова, единство и сплоченность в коллективе во многом послужили залогом общего успеха. Какой клуба не было, мы были как единое целое, сплоченные и поддерживали друг друга. Потому что соперники были. Кто-то из Сербии, кто-то из Африки, кто-то из Америки. Для карьеры драться с международными бойцами в разных частях света, это очень... Я по себе знаю, с каждой точки, где я выступал, появляется какая-то публика, которая тебя знает. Я выступал в Индонезии. У меня есть люди, которые знают меня, видели в местных новостях, трансляциях. Этот год для клуба обещает быть насыщенным. На титул в наилегчайшем весе претендует Велимурад Алхасов. Победив у американца Зака Маковский, он вышел в финал Гран-при. Поединок, вспоминает боец, был принципиальным, так как именно Янкин нанес Алхасову единственное поражение в карьере. В бою за поясом может встретиться с Али Багаутиновым, который также уверенно идет к чемпионству. У любителей с ним были два раза. Мы встречались оба раза. Он выиграл. Отдаю должное, серьезный соперник. Чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими. Хочется, чтобы он в финал попал и с ним уже в финале подраться. В планах у спортсменов заслуженный отдых. Затем тренировки в дни священного месяца Рамадан будут проходить в щадящем режиме. Упорная подготовка к титульным боям начнется в конце весны. Курбан Рагимов, Магомед Гусейнов, Нурмагомед Магомедов. Телеканал ННТ. Махачкала. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин